Редким недугом, аблязофобией, страдает президент Казахстана Назарбаев. Особая форма страха главу государства мучает уже лет пять как. Симптомы появились сразу после того, как экс-глава БТА-банка Мухтар Аблязов покинул Казахстан и оказался вне зоны досягаемости Нурсултана Абишевича. С тех самых пор аблязофобия лишь прогрессирует, а учитывая, что медикаментозно он ее не лечит, болезнь в последние месяцы принимает острую форму. Началось все с мнимой депортации, а по факту похищения семьи оппозиционного политика. Супруга и дочь Мухтара Аблязова стали назарбаевскими политзаложниками. Дальше больше. Тех активных казахстанцев, кто в конфронтации с действующим режимом, начали вызывать финансовую полицию. И допрашивать, они на аблязовские ли деньги, они шикуют и оппонируют власти. Дошло до того, что простых гражданских активистов требовали раскрыть схемы, по которым Мухтар Аблязов средства выводил за границу. А многие из них Аблязова и в глаза не видели, а значение слова «офшор» не сразу понимают. Сейчас под удар попал личный телохранитель опального банкира Александр Павлов. Его хотят депортировать из Испании. На родине его непременно посадят и будут выбивать показания против президентского врага номер один. По версии Генеральной прокуратуры и Комитета национальной безопасности, Саша Павлов готовил теракты. Те, кто знают его лично, скажут – это бред. Однако в Казахстане был бы человек, а посадить найдут за что. В общем, аблязофобия у Нурсултана Назарбаева скоро станет хронической. Есть, конечно, и свои плюсы в недуге. Во всех бедах можно обвинить его, экс-банкира. Получается, если бы у президента не было Мухтара Аблязова, его обязательно нужно было бы придумать.